А вы знали, что плесень может вас свести в могилу? И это вообще не шутки. Всем привет! С вами компания Стройпрост и я Игорь Костенко. Сегодня мы поговорим с вами про очень неприятную штуку, которая может возникнуть в любом здании, будь то жилой дом, баня или гараж. А именно, поговорим о плесени. Я расскажу о всех причинах возникновения этой гадости у вас в гараже и как это предотвратить. Вероятность появления плесени у вас в гараже гораздо-гораздо выше, чем в доме. Почему? На это есть целый ряд причин. Первое. Если при строительстве гаража вы использовали органические материалы, например, арболит, про который я недавно снял ролик, вот здесь вот будет сплывашечка, о, посмотрите, там интересненько. Если нарушена или неправильно функционирует вентиляция внутри вашего здания, то тоже очень высокая вероятность появления плесени. И, наконец, третья причина, если сделана некачественная гидроизоляция, будь то фундамента или кровли, не суть важно, как вода попадает внутрь здания, главное, что она туда попадает. Это тоже приводит все к тем же самым плачевным последствиям. Подумаешь, плесень, скажете вы, ну растет она там где-то в углу, есть не просит, сидит себе спокойно, встанет слишком ее много, я ее тряпочкой сотру и дальше буду жить не тужить. Но на самом деле все не так просто. Что такое плесень? Плесень это колония особого вида грибка, споры которого всегда присутствуют в воздухе, в любом помещении, где бы вы ни находились. Они там по дефолту. Но плесень не прорастает до той поры, пока не наступают благоприятные условия, определенный уровень влажности и температуры. Представьте себе такую ситуацию. У вас где-то в гараже растет плесень, да, и вы там каждый день заходите, выходите, автомобиль там свой паркуете, споры плесени попадают на фильтр вашего кондиционера, когда вы включаете его, начинается вентилирование прохладного воздуха внутри автомобиля, и вы все это вдыхаете в себя. А когда вы вдохнули в себя, то споры попадают во влажную и теплую среду. И здравствуйте, этот грибок начинает прорастать внутри вас. Это, конечно же, дичайшая дичь, и по здоровью это бьет, дай боже. Если вдруг вы стали часто болеть, у вас как-то как-то першит горло, или, например, обострилась астма, или аллергия, и вы не можете найти причину, возможно, дело в плесени. Самым опасным видом плесени является черная плесень. Именно ее часто и можно обнаружить в углах разных построек. При этом плесень поражает не только человека, но и животных. Ваши любимцы также могут быть в опасности. Вы знаете, я давно посмотрел фильм BBC про плесень, он так и называется, рекомендую просмотр для всех тех, кто сомневается, что это серьезная штука. И я после этого фильма так загнался, то есть я стал реально каким-то параноиком в вопросах плесени. Благоприятные условия для плесени, они не только для плесени благоприятны, но еще и для коррозии. Поэтому, если в вашем гараже тепло и влажно, то у меня для вас плохая новость. Ваш автомобиль в опасности. Вполне возможно, что автомобиль пострадает гораздо больше не от плесени, которая попадет в кондиционер и т.д. и т.п., а от коррозии. В любом случае, с влажностью, повышенной внутри гаража, нужно и важно бороться. Как я уже сказал ранее, для того, чтобы плесень возникла, необходимо наличие влажности, тепла и органических элементов, на которых эта плесень будет расти. К слову, на металле она не растет. Поэтому гараж из анвич-панелей в этом плане идеальный материал, на котором плесень в принципе быть не может. А вот если у вас, например, гараж из арболита, про который я снимал ролик и рассказывал о том, что думаю про этот материал, посмотрите, рекомендую. Вот там вполне возможно плесень может завестись, потому что в арболите есть органические щепки, опилки, и при наличии влажности температуры, бам, там будет жить плесень. Причем не обязательно, чтобы ваше здание все было из дерева, там гараж из бруса, например. Нет, достаточно того, что у вас стены будут из кирпича, газоблока, неважно из чего. А вот кровельная система, стропильная система, она же все равно из дерева. И вот там как раз плесень может себя тоже очень хорошо чувствовать и развиваться. Частой причиной возникновения плесени и повышенной влажности в гараже является плохая вентиляция или ее полное отсутствие. Вот это, конечно, полная фиаско. Это фиаско, братан! Представьте, гараж, когда вы зимой загоняете, он разгоряченный, вы ехали, да, мотор нагрелся, он начинает остывать. Если вентиляции в гараже нет, то горячий воздух поднимается вверх, начинает там остывать и выпадает конденсат. Конденсат, все, это прямая дорога к плесени. Именно поэтому важно бороться не с последствиями, а с первопричиной. И поэтому важно озадачиваться хорошей вентиляцией в вашем гараже. А теперь давайте поговорим, что же делать, когда плесень уже возникла и вы реально ее видите на стенах или на кровле вашего гаража. Поэтому доставайте ваш костюм химзащиты из чердака, одевайте его, вооружайтесь самыми полными арсеналами химических средств. Будем бороться с плесенью. Первый помощник в этом деле, конечно же, старая добрая хлорка. Ничего лучше не придумали. Хлорка убивает все живое, включая плесень и в целом животных и людей тоже. Будьте осторожны, но это реально не шутки. Также хорошим средством в борьбе с плесенью является медный купорос и негашенная известь. Эти все растворы можно замешать и обрабатывать поврежденные поверхности. В общем, в этом ролике я постарался рассказать вам о том, что плесень это довольно мерзкая и опасная штука и очень важно не доводить до того, чтобы она у вас появлялась. А лучшим способом борьбы являются превентивные меры. Что я имею в виду? Если строить изначально из технологий, которые не подвержены возникновению плесени, то и не придется бороться с плесенью. Ну а подписчики моего канала в курсе того, что мы здесь рассказываем про современные технологии строительства, как не допускать ошибок и чтобы не приходилось бороться с какими-то негативными последствиями. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok